Доноры – люди самых разных профессий. Бизнесмены, домохозяйки, преподаватели и студенты, спасатели и чиновники, религиозные и политические деятели, люди разных убеждений, социального положения, увлечений и взглядов на жизнь. Их всех объединяет одно – готовность поделиться частичкой себя ради сохранения здоровья и жизни незнакомого человека, желание помочь тем, кто здесь и сейчас нуждается в помощи. И пить ситуация в стране существенным образом повлияла на наполнение банка крови и на донорство в том числе. Количество доноров значительно снизилось. Это связано, конечно, и с расходными материалами. В какой-то момент был дефицит расходных материалов, средств для взятия крови. Но у нас все равно количество доноров от 100 до 140 доноров проходит ежемесячно. Но вот последние месяцы 103, 105, 107 такое количество. За этот месяц, за 10 дней было 34 донора. Сегодня некоторые страны уже выходят из карантина. Но люди понимают, что вирус никуда не исчез. А ждать вакцины, по-видимому, придется долго. По самым оптимистичным прогнозам, она станет доступной лишь в 2021 году. Медики всех стран пытаются применять различные препараты для лечения больных COVID-19. Но далеко не все из них оправдывают ожидания. Одна из идей, которая имеет потенциал для лечения тяжелых случаев коронавируса – использование плазмы крови пациентов, которые перенесли эту болезнь. По всем сейчас новым стандартам ВОЗ, вы знаете, что сейчас актуальна тема – это спасение благодаря иммунной плазме доноров, людей, которые переболели. Вот уже на сегодняшний день мы выдали несколько препаратов свежей замороженной плазмы для больных COVID-19 госпиталя. А кровь донорскую сдавали люди, переболевшие, у которых уже определены им антитела. В теории лечение плазмы выглядит просто и логично. Излечившиеся пациенты победили болезнь именно потому, что их иммунная система научилась бороться с инфекцией, выработав антитела. Это специальные белки, нейтрализующие вирус. Эти белки находятся в крови, а точнее растворены в ее жидкой части плазме. И если забрать их у здорового донора и ввести больному пациенту, они должны точно так же бороться с вирусом в организме нового хозяина. Плазма пациента, перенесшего коронавирус, становится ценнейшим средством в разгар нынешней эпидемии для спасения жизни тяжело заболевших. Это холодильник у нас минусовой, тут мы храним плазму. Вы уже видели, по группам распределяется первая, вторая, и внизу также третья, четвертая группа крови. После того, как уходит срок крови, мы распределяем ее на плазму и эрмасу, и вот она хранится в этом холодильнике. А саму плазму вы можете нам показать? Пожалуйста. Вот плазма. Вот в таком виде она. Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 20 до 35 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ и гепатиты В и С. Объем разовой сдачи составляет не менее 300 и не более 600 мл. Пожелательно, чтобы это был молодой контингент, хотя бы от 20 лет до 35 лет, которые, во-первых, переболели более в легкой форме, и для них безболезненно эта процедура будет проходить сдачи крови. По словам специалистов, на сегодняшний день проблем с расходным материалом для взятия донорской крови нет. Однако нет и необходимого оборудования для донорского плазмафереза. Это современная методика очищения организма на клеточном уровне путем фильтрации крови при помощи специального аппарата. Помимо этого в банке крови, как и в других медицинских учреждениях, есть еще и дефицит кадров. У нас было много больных поступающих в наши отделения хирургические, у которых выявлялся ковид. Заражались персонал больницы, врачебный, средний. То же самое и у нас. У нас тоже переболели и болеют сотрудники. У нас тоже есть проблемы с дефицитом кадров на сегодняшний день, как и в других отделениях, потому что мы, как только восстанавливаются люди, сразу уходят на работу. Также нужно отметить, что людям с редкими группами крови, которые есть в картотеке, выплачиваются денежные средства. И не за счет государства. Люди, родственники, вот если, допустим, сами не могли сдавать, люди оплачивают донорам эту их помощь, так будем говорить. Не мы, а родственники. Конечно, хорошо бы, чтобы наше государство, уже закон о донорстве был принят, уже вообще необходимо ввести социальные льготы. Об этом я 20 лет говорю. Прошу, чтобы, наконец-то, были социальные какие-то гарантии у человека, который сдает кровь. Потому что во всем мире донорство – это почетная очень акция, вы знаете, это акт гуманизма, тем более в наше время. Буквально вчера донором стала и я. Мою донорскую плазму перелили тяжелобольной пациентке, которая сейчас борется за свою жизнь в ковид-госпитале в Гудауте. Надеюсь, это поможет ей справиться с тяжелым недугом. Сария Кварацхеля, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.